Добрый вечер, друзья! Давайте посмотрим, каким результатом привела многоходовочка Путлера для экономики самой Россиюшки. Итак, Соединенные Штаты даже еще не накладывали никаких санкций. Санкции есть, но они и старые. Они продолжаются, вы прекрасно знаете, санкции Америки это, если не навсегда, то очень надолго. Но новые санкции еще не введены, а только Байден как бы намекнул, что они могут быть, если вот неадекватный Путин вместе с своей Россией полезет в Украину. Только намекнул, еще, сами понимаете, никаких новых санкций нету и их еще никто не видел. Но давайте посмотрим, что произошло с российской экономикой после того, как Байден только намекнул. Смотрим по ведущим компаниям, которые определяют российский индекс. Норникель минус 15 процентов, на секундочку не минус полтора процента, минус 15 процентов. Это гигантское, это миллиарды долларов. Роснефть минус 25 процентов, но это вообще аут за 34 дня. Газпром минус 25 процентов. Сбербанк, ну это лидеры, они такие вот, сейчас пошли уже тройка лидеров, они такие вот, жесть. Сбербанк, я помню, я вам рассказывал вчера, по-моему, или позавчера, минус 37 процентов. Не, друзья мои, уже 40 процентов потерял Сбербанк. Яндекс минус 40 процентов. И ВТБ минус 40 процентов. То есть лидерами падения являются, естественно, российские банки, которые прекрасно понимают, что... Сейчас лотерея. Глава в том, что Конгресс США обязал правительство США в случае нападения на Украину наложить санкции. Ну, кроме там Свифта, Свифт это понятно. Несмотря на весь визг кремлевских там крыс о том, что Свифт им не отключат, им его отключат. Но кроме Свифта будут еще санкции непосредственно против банков. Причем крупнейших. Это не будет какой-то там, знаете, Воронеж, сельхоз, минстрой, монтаж, банк, в котором работают три уборщицы и собака. Не. Будет конкретно бить по ВТБ, по Сбербанку и так далее, по этим величинам. То есть это первая десятка. И, значит, требования Конгресса следующие. Минимум три банка из первой десятки в том числе. Можно все десять. И вы посмотрите, какое падение. Именно падение акций на тех банках, которые потенциально попадают под санкции. Почему? Потому что это просто после этих санкций это больше не будут банки. Это будут как иранские банки, которые вроде банки. Там даже написано, что банк. Но это не банк, это банка. Потому что единственное, что он может хранить, это взять большую такую стеклянную бутылку. А лучше такой сейф. Положить туда наличку. И в грозбухе там писать. Понимаешь, карандашом послюнявил. Написал. Выдано Петрову. А потом Петрова расстреляли. Ну, значит, все. Убытки. Вот так вот. То есть, де-факто, штаты возвращают российские банки там в 19 век с долговыми векселями. Вот эти ценными бумагами, написанными на бумаге, сделанными из верблюжьих какашек. То есть, Россиюшка возвращается туда, куда должна возвращаться любая агрессивная страна, которая не дает жить соседям. И вот это падение стоимости акций, никому теперь не нужных российских компаний, только утверждают успех того, насколько успешно, насколько успех успешный. Да, ну это хорошо. Тавтология. Только подтверждают факт того, насколько успешен наш маленький карликовый, кремлевский многоходовочник. Продолжение следует.